Всем очень важно правильно составлять наш рацион питания, потому что если организм не будет получать достаточного количества необходимых веществ, то это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Но есть некоторые продукты, которые должны обязательно присутствовать в рационе каждого человека, и один из таких продуктов это бобовые. Причем особняком будет стоять такой продукт, как фасоль. Фасоль мы знаем очень давно, более 7 тысяч лет назад народы, заселявшие Южную Америку, уже выращивали фасоль, а древние греки и римляне использовали фасоль как лекарство. И не случайно врачи-диетологи и специалисты по продлению жизни однозначно рекомендуют включать фасоль в наш рацион. А что будет с нашим телом, если есть фасоль каждый день, а изменения будут потрясающими. И в этом видео я расскажу вам о том, что же все-таки произойдет. Досматривайте ролик до конца, будет очень интересно и полезно. Первое, о чем нужно сказать, это виды фасоль. И потому, что у каждого вида есть своя особенность. Различные сорта будут отличаться цветом в первую очередь, но также формой и размером. Но и химический состав также будет другой. Первый тип это красная фасоль. Ее особенность это очень хорошее сочетание микронутриентов, которые укрепляют наш иммунитет. Дальше идет белая фасоль. Там с микронутриентами, то есть минералами и витаминами тоже все очень хорошо. Но содержание белка в белой фасоли уже чуть-чуть поменьше. Там она доходит до примерно 20 процентов, в то время как у красной фасоли белка 25 процентов. Кстати, усвоение белка достаточно хорошее. 70-80 процентов. Это качественный белок. Кстати говоря, если у людей есть склонность к сообразованию, то им рекомендована белая фасоль, потому что она провоцирует этот момент в наименьшей степени. Следующий тип это стручковая либо зеленая фасоль. На самом деле там около 100 типов фасоли. Такой тип отличается особо низким процентом жира. Она способна значительно снижать уровень сахара в крови, поэтому ее часто рекомендуют людям с диабетом. И четвертый тип это черная фасоль. Он уже довольно редкий, но в то же время это самый калорийный и питательный продукт из всех видов фасоли. Они даже на вкус немного сладковаты. Особо выделяется содержание калия в черной фасоли. Калий это очень важный элемент, который сильно влияет на наш водно-солевой баланс и на нашу работу сердечно-сосудистой системы. Калий очень хорошо снижает наше артериальное давление. Правда, у черной фасоли есть один минус. Они в наибольшей степени по сравнению с другими видами фасоли впитывают из почвы соли тяжелых металлов. Но все-таки эта проблема решается тем, что мы вымачиваем на протяжении 10 часов фасоль перед тем, как ее отварить. Теперь поговорим о химическом составе фасоли. Во-первых, как я уже говорила, большое содержание качественного белка, примерно 20-25%. Это очень здорово для растительной пищи, потому что по содержанию белка фасоль же можно сравнить даже с мясом. Клетчатка тоже бывает разная. Этот вид клетчатки, который присутствует в фасоли, один из самых полезных. В фасоли присутствуют флавоноиды, в частности, тверцы, турон, витамины, пандатеновая кислота, аскорбиновая кислота, то есть витамин С, передоксин, тиамин. Из минералов фасоли много с железом, а также калий. Как я уже говорила, кремний, который улучшает синтез коллагеновых волокон, магний, который вместе с калием влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В фасоли много цинка, который влияет на нашу систему пищеварения и на наш иммунитет. Фосфор, который входит в состав нашей костной ткани, а также сера, которая важна для состояния кожи и нашего обмена веществ. Вообще говоря, тот витаминно-минеральный коктейль, который содержится в фасоли, делает ее действительно незаменимым продуктом и просто обязательным употреблением каждым человеком. Теперь отдельно поговорим о пользе для нашего организма. Фасоль нормализует работу нашего желудочно-кишечного тракта. Опять же, заговорки для тех людей, у кого нет проблем с излишним газообразованием. Клетчатка, которая содержится в фасоли, будет служить отличной профилактикой колоректального рака. Это было доказано, что клетчатка в целом служит профилактикой этого вида онкологии. Но тот тип клетчатки, который содержится в фасоли, особенно эффективен в этом отношении. Также клетчатка снижает холестерин и сахар в крови. Это и снижает гликемический индекс продуктов и нормализует стул. Фасоль будет способствовать выведению излишней жидкости из организма и нормализовать водно-солевой обмен. Это связано с высоким содержанием калия. При регулярном употреблении фасоли у вас также укрепится костная ткань и улучшится состояние кожи. Регулярное употребление фасоли будет хорошей профилактикой развития атеросклероза. А еще фасоль будет улучшать качество вашего сна. Люди, у которых болезнь бронхов, кишечные заболевания или ревматизм, фасоль будет очень полезна, потому что в ней содержится фосфор, железо, кальций, калий и магний. Но есть у фасоли некоторые противопоказания, о которых все-таки стоит сказать. Дело в том, что в семенах фасоли имеется пурины. Это вещества, при расщеплении которых начинает образовываться мочевая кислота. И поэтому фасоль не рекомендуется людям, которые страдают подагрой. Не рекомендуется фасоль также и людям, у которых есть заболевания пищеварительного тракта. Еще не рекомендуется есть фасоль детям до 3 лет, а также людям преклонного возраста. Отдельно стоит сказать про темные сорта фасоли, потому что они могут вызывать аллергию у некоторых людей. В этом случае стоит переключиться на белую фасоль. Также не рекомендуется фасоль и при беременности, потому что она может провоцировать вздутие живота и стать причиной повышенного газообразования. Отдельно стоит сказать о том, в каком виде стоит употреблять фасоль. Я бы однозначно не рекомендовала покупать вот такой ленивый вариант фасоль в консервированные банки. Это в принципе действительно просто. Купил банку фасоли, просто открыл и сел за завтраком. Замечательно, но это не лучшая опция. Лучше всего конечно же покупать фасоль сухую и самостоятельно ее вымачивать. Вымачивать ее нужно 10 часов. Мы высыпаем фасоль в кастрюлю и заливаем ее водой. Так она должна стоять минимум 8 часов, а лучше 10-12. Причем желательно воду периодически менять, потому что она может забродить. В течение этих 10 часов мы 1-2 раза воду меняем. Соответственно, либо мы ставим воду на ночь, либо ставим воду с утра. И тогда за ужином мы можем сварить фасоль.